От Луки святое благовествование Из Евангелия от Матфея мы узнаем о том, что когда волхвы отошли от Иосифа, то явился Ангел Божий и сказал, чтобы Иосиф не возвращался в Назарет, а тайным путем отошел бы в Египет, ибо Ирод хочет искать и убить младенца. И здесь мы видим этому подтверждение, что когда исполнились дни очищения, их по закону, то есть 40 дней после рождения, принесли его в Иерусалим, то есть младенца Христа. Это было их движение к Египту через Иерусалим. Легче было затеряться в большом городе, чем нежели, если бы они вернулись в Назарет, где их уже искали, и в окрестностях Вифлеема уже началось избиение младенцев от двух лет и ниже. А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Итак, получается, что на восьмой день по рождению делается обрезание и наречение имени Христа, ему дают имя Иисус, а к сороковому дню они перемещаются в Иерусалим, и только потом уже из Иерусалима они спустились в землю египетскую, и там находились до смерти Ирода Великого, пока на престол не взошел его сын. Блаженный Феофилах пишет, когда закон дал заповеди, тогда нарушители онных подвергались проклятию. Итак, Господь обрезан, чтобы и в этом, исполнив закон и не опустив ничего из заповеданного Он им, искупить нас от проклятия. Да постыдятся от сели те, кои говорят, что воплотился призрачно, ибо как обрезан, если воплотился призрачно. Блаженный Феофилах здесь пишет о том, что некоторые считали, что Христу не надо было исполнять закон, но это неправильно. Христос, как Он сам говорил о себе, пришел не нарушить, но исполнить закон. И один еврейский ученый рассказывал мне о том, что в Иерусалиме известный Равин сделал исследование всей жизни Иисуса Христа по четырем Евангелиям и нигде не нашел, чтобы Христос нарушил какой-то галахический принцип, связанный с исполнением божественных митцвод, то есть божественных заповедей. И он выпустил огромную книгу, которая получила название «Кошерный Иисус», то есть правильный Иисус. Кошерный, то есть правильный. И хотя этот Равин не христианин, и он противник христианства, он не смог придраться ко Христу, проанализировав его действия, его поведение, оно не противоречило галахическим принципам иудаизма. Эта книга была переведена на английский язык, на немецкий, на французский, и оказалась очень популярной. С другой стороны, на что обращает внимание блаженный феофилакт, были еретики, которые считали, что Бог призрачно становится человеком. Но как можно совершить обрезание призрака? Как это себе кто-то может представить? Христос именно во человечишеся. Помните Никитин-Северградский символ веры? Там есть вот это слово – во человечишеся. То есть он стал настоящим человеком, как говорят до мозга костей, настоящий человек. Во всем подобен нам. И он был обрезан по закону, он жил по закону, он умер по закону. Все вот деяния Христа, они связаны с законом Божиим. Он даже одевался соответствующим образом по закону. В книге «Чисел», в Пятикнижии Моисея говорится, что мужчина должен иметь накидку специальную, и на краях этой одежды, накидки, она называется талит, должны быть кисти, нити, то, что называется край одежды. Помните, кровоточивая женщина прикоснулась к краю одежды. Край одежды – это цицит, ритуальные кисти, они были белые, как правило, и обязательно туда вплетали голубую нить, которая должна была напоминать о небесном происхождении Божьих заповедей. Эти кисти, они как бы напоминали людям о законе Божьем, чтобы они не забывали о Нём. И в Москве в метро можно иногда видеть еврейских детей, они едут в курточке, у них там короткие, какие-то нитки болтаются. Вот это как раз цицит, то есть Христос строго исполнял закон. И блаженный Февелак поясняет, Он это делал ради нас, неспособных исполнить Божий закон. Ведь на самом деле никто не может исполнить закон от начала до конца. В своё время евреи сосчитали все заповеди закона Моисеева и обнаружили, что их 613 митсвот, 613 заповедей. И только Христос был тот, который исполнил всё, включая жертвенный закон, ибо Он стал жертвой, включая обрядовый закон, Он был и тем, кто приносил эту жертву, и тот, кто принимал эту жертву. То есть всё было строго по закону. И Он был обрезан только потому, что в Моисеевом законе было записано, что на восьмой день надо обрезать ребёнка. Мы, христиане, не обрезаем своих детей, потому что обрезание было заменено крещением. И об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. Он пишет, что в нём, то есть во Христе мы обрезаны, обрезанием нерукотворенным, быв совлечены в крещении, в христианском крещении. И как иудеи обрезывали восьмидневных младенцев, мы тоже крестим младенцев. Это прямая аналогия того, что обрезание преобразовывало собой крещение, поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что младенцев надо крестить, и это никак не противоречит правде Божией. По закону Моисееву, опять же, родители, которые приносили на сороковой день день очищения для матери, младенца в храм, они за очищение собственное должны были принести две горлицы или двух птенцов голубиных. И мы видим изображение, изображение этого события, когда Христа приносят в храм, это сретение, и Дева Мария и Иосиф изображаются, они несут клетку, и там голуби. То есть, они строго исполняли закон во всех его деталях. И вот далее описывается, что происходит со святым семейством в Иерусалиме. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий, то есть ожидающий, утешения Израилева, и Дух Святый был на нем, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Для нас это очень интересный текст, который мы сейчас прочитали, и по нескольким причинам. Здесь мы прочитали о том, что этому человеку было предсказано, что он не умрет до тех пор, пока он не увидит рожденного Христа. И церковное предание устанавливает, Симеон был никто иной, как один из переводчиков еврейской Библии с еврейского на греческий язык. Этот перевод называется Септуагинта или перевод Семидесяти. И для нас важно обратить внимание, что о нем сказано, что на нем был Дух Святой. А Блаженный Августин пишет, так как Дух Святой был на пророках Ветхого Завета, точно так же он был и на всех переводчиков, составителей греческой Септуагинты, когда они переводили с еврейского на греческий язык. И в христианской традиции Боговдухновенным текстом считается греческая Септуагинта. И мы, славяне, имеем счастье, греческий язык мало кто знает, но наша церковно-славянская Библия сделана с Септуагинты. Она сделана не с еврейских каких-то текстов, она сделана с греческой Септуагинты, которая в понимании Августина равнозначно оригиналу. Августин в своем труде о Граде Божьем так и пишет, как Дух Святой говорил через пророков, так же он действовал через составителей Септуагинты. Но почему именно Симеону было предсказано, что он будет жить очень долго, пока не увидит Христа. Ведь перевод Септуагинты – это второй век, второй век, второй-третий век до Рождества Христова. Неужели он столько долго прожил? И предание устанавливает, что он был одним из переводчиков Септуагинты, составителем Септуагинты, и он переводил книгу пророка Исаии. Перевод делался по заказу Александрийской библиотеки, известная Александрийская библиотека была. Фараон Птолемей из Македонской династии, он приказал сделать перевод всех еврейских писаний на греческий язык. Но так как он не доверял евреям, он сказал, пусть каждый переводчик переводит в отдельности, было всего 72 переводчика, их поместили на неком острове, и каждый переводил отдельно, а потом греки сравнивали, насколько адекватно они перевели. И вот Симеон переводил книгу пророка Исаии. И когда он дошел до слов «Се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», он подумал, это ошибка в еврейском свитке. «Если родит, то не дева, тем более, если примет, то не дева». И он взял нож, чтобы из еврейского кожаного свитка вырезать слово «дева», «алма» и заменить словом каким-то другим. Но, может быть, словом «иша» – «жена». Но когда он хотел это сделать, явился ангел Божий, который наполнил сиянием всю эту келью и сказал, «Симеон, ты будешь жить до тех пор, пока ты сам не увидишь деву, которая родит, родит Христа Спасителя». И после этого видения проходили десятилетия, столетия, а Симеон не умирал. Каждый день он приходил в Иерусалимский храм, он переехал туда жить, и каждый день туда приносили мальчиков на сороковой день очищения их родителей, младенцев, и он всматривался в каждую мать. И он ждал, когда же он увидит ту деву, которая родит Христа Спасителя. умерли все его друзья, умерли все его родственники, знакомые. Он устал уже от этой жизни, он измучился, но так долго человек не должен жить, его уже отягощала эта жизнь. И вот, что происходит далее. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, то есть Дух Святой побудил его сегодня точно прийти в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпущайше, раба твоего владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, который ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. В русско-славянской традиции это песнопение, ныне отпущающая раба твоего, поют, когда хоронят очень пожилого человека. Когда гроб опускают в землю, в славяно-русской традиции поют ныне отпущающие. То есть человек присытился многими годами своей жизни, теперь он отходит от этой жизни в божественное, вечное отдохновение. И вот этот муж Симеон, который был измучен жизнью, устал от жизни, от ожидания, когда каждый день ждешь, 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 когда же это произойдет? И он взял на руки этого младенца, он благословил этого младенца, он видел деву, которая родила и которая в Рождестве осталась девой, он посвящен в эту тайну, теперь он может спокойно покинуть этот мир. И блаженный Феофилак пишет, «Симеон не был священник, но был человеком боголюбивым. Он ожидал, что придет Христос, утешитель евреев и освободитель от рабства греховного, а может быть, и от рабства римлян и иродово. Ибо кто уверовал во Христа, тот поистине свободен и в чести у царей и всех людей. Итак, Симеон богоприимец дождался момента, которого он ожидал на протяжении длительного времени. Далее, мы читаем, «Иосиф же и матерь его, то есть Христа, дивились сказанному о нем, то есть Симеоном, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, то есть матери Иисуса, «Се лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле». Что значит нападение и навосстание многих в Израиле? Падение для тех, которые не приняли лицами еврейской национальности были и Иосиф, и Мария, и двенадцать апостолов Иисуса Христа, и некоторые апостолы из числа семидесяти. Поэтому и сказано о Христе, «Се лежит нападение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререканий». То есть о нем будут спорить, будут пререкаться друг с другом. Может быть, вас удивит, что сказано на восстании многих в Израиле. Неужели многие уверовали во Христа? Да, реально мы видим, что за Христом ходили толпами. Помните насыщение хлебами? В одном случае три тысячи накормил хлебами, в другом случае пять тысяч накормил хлебами. Люди с такой готовностью выходили послушать Его Слово даже в пустыню, что забывали о хлебе насущном. Поистине, как сказано в Писании, не хлебом единым будет жив человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Некоторые церковные историки считают, что, возможно, до третьего населения Палестины того времени, к апостольским временам, когда начинается проповедь апостолов, уверовали во Христа и стали христианами. Сей лежит нападение и навосстание многих в Израиле и предмет пререканий. А теперь он обращается только к Деве Марии. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. О чем это? И тебе самой оружие пройдет душу. Имеется в виду, что, когда мать видела, как в сына вбивают гвозди, это проходило в ее душу, каждый гвоздь как бы вонзался в ее сердце. Имеется в виду, что, когда она увидела, как копьем ударили под ребро Христа Спасителя, когда истекла кровь и вода, вода – символ крещения, кровь – символ Евхаристии, это копье как бы пронзило из сердца самой Пресвятой Девы Марии, что и предсказал боговидец Симеон. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. А вот это уточнение – да откроются помышления многих сердец, то есть все, что будет происходить в жизни Христа, включая его страдания, это нас ради человек и нашего ради спасения, для того, чтобы открыть наши сердца пред Богом. И далее мы читаем. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, вот такое время она была вдовою, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот эта старица пришла в духовный восторг, которая после смерти мужа, она не вступила в новый брак, она не искала чувственных удовольствий, она жила при храме, посвятив свою старость Господу. Такие женщины, они как бы восстанавливают свое девство в духовном смысле, то есть всецело очищаются. Жизнь при храме для многих пожилых людей – это настоящая жизнь, в отличие от той искусственной, которая нас ждет за порогом храма. И многие пожилые люди прямо говорят, только в церкви, в храме мы чувствуем себя спокойно и радостно. Как одна женщина мне говорила, я так не хочу уходить из храма. Какое бы счастье было бы находиться все время в храме и все время слушать молитвы, какие-то духовные наставления. Мне, как преподавателю закону Божию, всегда интересно понять, а насколько люди запоминают то, что говорится им. Я однажды спросил эту женщину, вот вы сегодня были на беседе, ну, как ваше впечатление? Она говорит, ой, как все хорошо, как все хорошо. А я ее спрашиваю, о чем мы говорили? А она говорит, я не помню, но было все очень хорошо. То есть на самом деле пожилые люди, они не могут так, как молодые, вот фиксировать информацию. Но они вот это впечатление, атмосферы запечатлевают в своем сердце. И это впечатление дает им возможность спокойно жить там неделю до следующего похода в храм, когда она придет, будет молиться, участвовать в таинствах и опять будет изучать Слово Божие. Вот где-то недели две назад пришла одна женщина и принесла фотографию показать. Умерла ее мать, на представленной Екатерина, Царствие Небесное. И она ходила на занятия той школы библейской, которую я вел на Ордынке. Это более 10-15 лет назад. Более 15 лет, значительно более. И она умерла совсем недавно. И ее дочка показала фотографию. Я узнал эту женщину. Я чисто вот визуально вот это лицо распознал. Она сидела в первых рядах, и она слушала с интересом. Но я ее не видел лет 15, больше даже. И я спросил, ну и что случилось? А ее дочь говорит, так она все время слушала эти беседы, она радио рада, и любила слушать разных священников. Ей так все это интересно. И она считала себя вашей духовной дочкой. Я говорю, ну я вот с ней так непосредственно не общался. Но она считала, что если она слушает какие-то наставления, то это ей помогает жить. То есть старицы, а они живут библейскими наставлениями. Неважно, через кого они их получают. Это все впитывается в их сознание. Действительно, не хлебом единым жив человек, но Словом Божиим. Как одна женщина, она посещала мои лекции в ДК Зеленограда. А мы там начали изучение Псалтири и провели два занятия по первому Псалму, потом через месяца два по второму Псалму. И после второго занятия она подходит ко мне и говорит, а сколько там всего-то Псалмов? Я говорю, 151 Псалом. Она говорит, так я не успею же все это прослушать. Тут перерывы такие, то два месяца, бывает и больше. Там как нам предоставляют помещение в местном ДК, так мы и проводим занятия. И она говорит, а что мне сделать, чтобы мне вот хотелось бы всю Псалтирь вот так вот исследовать, изучить, прослушать эти беседы. Я умилился в сердце своем и говорю, ну вы хотя бы молитесь за мое здоровье, чтобы я тоже смог прочитать беседы на 151 Псалом. Это тоже не шутка, собственно говоря. Потом я обратил внимание на то, что древние считали, это очень такая авторитетная и очень старинная традиция. Если человек, например, ему поставили тяжелый диагноз, говорят, что он там не проживет и там трех месяцев, вдруг он принимает решение, я хочу изучать Божий закон, Священное Писание, как человек, как творение Божие, я имею на это право. И древние считали, что как только человек принимает такое решение и включается в этот учебный процесс, небесный приговор приостанавливается. И хотя врачи поставили диагноз, что он там больше трех месяцев не проживет, небесный приговор приостанавливается. Есть такое сказание, что ангел смерти никак не мог забрать душу царя Давида. Потому что, когда он подходил, чтобы забрать душу царя Давида, а Давид жил в каком режиме? Но в законе Господнем воле его и о законе его он размышляет день и ночь. Помните 1 Псалом? Блажен Муж. Он день и ночь рассуждал над законом Божьим. И ангел смерти не может тревожить человека, который пребывает в процессе обучения. Как он может тревожить? Были такие божьи избранники, которые погружались в библейское откровение, и огненный столб был над их жилищами, хотя они сами не видели. И птицы даже сгорали, пролетая через этот огненный столб за то, что они посмели там потревожить человека, который сидит в какой-нибудь хижине бедной, но он изучает Священное Писание. И ангелу смерти, чтобы забрать душу Давида, ему надо было отвлечь Давида от размышления над законом Божьим. И он стал там какую-то воду лить везде. Этот ангел смерти перевернул какие-то тазы, Давид обернулся, отвлекся от процесса обучения, и ангел смерти тихо взял его в блаженную душу и ласково вынул из тела. Поэтому вот эта старица, которая живет при храме, которая присутствует при чтении закона Божия, при дискуссах богословских, которые тогда велись, при обсуждении разных заповедей, она жила этим. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И далее мы читаем, и она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И далее. И когда они совершили все по закону Господню, то есть Мария и Иосиф, возвратились в Галилею, в город свой Назарет, младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благость Божия, была на Нем. Здесь мы можем предположить, что в Назарете они были самый короткий промежуток времени, потому что была опасность, они спускаются в Египет, но есть точка зрения, что события немножко были в другом порядке. Но в любом случае мы признаем, что было и бегство в Египет, и возвращение из Египта, уже когда умер царь Ирод, а вот эти события, которые мы прочитали, они предшествовали спуску в Египет. В древности так и говорили. Спустился в Египет, сошел в Египет, а когда человек приближается к Иерусалиму, говорили, поднялся к Иерусалиму. Когда человек приближается к Святой Земле, взошел. Алия – это подъем, когда человек возвращается к святыне. Каждый храм – это для нас тоже особое место, место возвышения наших душ и наших сердец. И мы благодарим Бога за любую возможность, когда мы посещаем святые храмы Божьи и участвуем в общественных службах и в духовных наседаниях. Субтитры создавал DimaTorzok